Что такое кибербуллинг и как не стать жертвой мошенника? Все подробности в программе «Цифровой Казахстан». Мама, дай мне iPad. Амирхан, ты уже сегодня смотрела iPad? Уже час мы с тобой смотрели. Смотрели, зашел мультфильм и здесь стреляют. Амирхану всего 5 лет, но в интернете он чувствует себя как рыба в воде. А различные гаджеты с рождения – неотъемлемая часть его жизни. Мальчик любит собирать конструктор, а еще играть на различных интернет-платформах. Иногда незаметно от мамы Амирхан скачивает игры на телефон. Как и для многих современных детей, для Амирхана это дело нескольких секунд. Чаще всего герои этих игр стреляют, дерутся с монстрами или что-то взрывают. А Силькон Избаева переживает, что это развлечение плохо отразится на психике ребенка. Я объясняю, что где бьют, где показывают, как принимается насилие – это нехорошо. Я стараюсь уже ребенку с детства прививать и показывать, что такое хорошо, что такое плохо. Он уже понимает. Мы целый день, когда на работе, ребенок находится в садике. Но, конечно, после садика, когда я занимаюсь ужином, ребенок иногда бывает, берет свой телефон и начинает играть игры, которые у него есть в своем планшете или в телефоне. Но иногда он играет игрушками. Бывает в день, два часа, час уходит на телефон. Но как проконтролировать, какие сайты он посещает, какой мультфильм смотрит и какую игру хочет скачать? Мой ребенок, конечно же, уже научился, как выключать телефон уже с двух лет. И он знает, как заходить в YouTube и смотреть мультфильмы. Всегда я смотрю и говорю, ребенок, почему, сыночек, ты смотришь этот мультфильм? Он говорит, что не знаю. Я сам не знаю, как он вышел. Выходит так, что каждый день ребенок потребляет совсем не полезный контент. Эта информация, наоборот, может его травмировать. Не секрет, что детская психика хрупкая и острее воспринимает происходящее. На карантине, когда все дети перешли на домашнее обучение, увеличился уровень потребления контента в сети. Половина точно вызывает тревогу, отмечают эксперты. В интернете стало набирать обороты такое явление, как кибербуллинг. Рост кибербуллинга, кибертравли, такой растет. И здесь эта задача не только людей, отвечающих за технологии, но на самом деле детских психологов, преподавателей и в первую очередь родителей. Быть на острие знаний, быть всегда надежным партнером по жизни своим детям, самим начать разбираться в том, что происходит. Потому что по нашей статистике, например, две трети родителей вообще не понимают, что делают в этих сети. То есть они понимают, что они там что-то делают, они понимают, что это отнимает, у них все свободное время. Но что они делают, не понимают, честно говоря, у них нет, ну, наверное, даже есть желание, но времени нет этим заниматься. Вот это вот очень важная проблема. Не обошел эту тему в своем послании президент Казахстана. Касым Жумар-Тукаев отметил, что нужно принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей от кибербуллинга. Эксперты, в свою очередь, говорят о том, что в стране необходимо повышать уровень киберграмотности и культуры поведения в интернете. За последние годы уровень цифровизации значительно возрос. У населения появился доступ к электронным госуслугам, шоппингу, мобильному банкингу. Такая активность со смартфонов вызывает интерес у интернет-мошенников. Более глубоко, если посмотреть на эту проблему, то то, что у нас сегодня крадут, это не всегда деньги. Очень часто это слепок нашей цифровой личности, потому что все, что мы делаем на телефоне, какой у нас стоит софт, какие операционные системы, куда мы заходим, как мы взаимодействуем с устройством, что мы смотрим каждый день, какие-то сайты посещаем, это все слепок нашей цифровой личности, то есть то, что мы делаем. Этот слепок используется зачастую во многих вещах, начиная с доступа к каким-то государственным или финансовым базам данных и заканчивая любыми другими историями. То есть это чего-то стоит, это наш цифровой актив. Соответственно, очень важно это тоже защищать, а люди не понимают, что это имеет какую-то ценность. Если, например, у них украли телефон или получили доступ к телефону, но нет конкретного денежного списания, они расслабляются и ничего не делают. О том, как вести себя в интернете, нужно рассказывать и детям. Лучше заранее объяснить, что не все ссылки нужно открывать, а тем более отвечать на сообщения незнакомых людей. Зачастую наши смартфоны участники бот-сети. Программисты называют их безмолвными роботами атаки на других. Они могут одновременно взломать 100 тысяч компьютеров, при этом ничего с них не взять. Так им становится доступна база данных компаний или госорганов. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова